Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я расскажу о синдроме запястного карпального канала. Это патология, которая появляется при сдавлении срединного нерва. Это нерв, который нервирует первые четыре пальца. И проявляется данная патология тем, что это болевой синдром, это отечность, онемение, покалывание и слабость в кисти и пальцах. Если доверять современной статистике, каждый десятый человек испытывал и страдал от синдрома запястного канала. Патология проявляется в любом возрасте и чаще всего у женщин. Причиной данной патологии может быть травма, повторяющимися движениями, и чаще всего это у сотрудников офиса. Удары и травма запястья, и чаще всего это у наших спортсменов, в более пожилом возрасте причиной может быть ревматоидный артрит. Существует несколько очень простых тестов для того, чтобы поставить диагноз, либо подтвердить его. Болевой синдром при надавливании на запястный канал. Выраженная боль при сведении. Для того, чтобы подтвердить данный диагноз, необходимо выполнить нейромиографию. Для того, чтобы исключить какую-либо сопутствующую патологию, мы выполняем рентген, КТ, МРТ. При условии, что вы обратились к травматологу, к нейрохирургу, к неврологу, и в вашем случае патология не требует оперативного хирургического лечения, необходимо выполнить комплекс из нескольких упражнений, которые будут очень эффективны и помогут вам в короткие сроки справиться с вашей патологией. Что необходимо делать? Во-первых, мы начинаем с того, что массируем запястье круговыми движениями. Затем выполняем круговые движения кистью. Затем сгибаем, разгибаем. И переходим к очень простому, но эффективному упражнению. Большим пальцем надавливаем, а саму кисть отводим. При условии, что вы будете правильно выполнять данные упражнения, выполнять их ежедневно, это поможет вам в короткие сроки справиться с болью и вылечить вашу патологию. Если данное видео было вам полезно, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока!